Николай Цыганцов В нынешнем чемпионате Ульяновска по мини-футболу Алексей Цыганцов играет за клуб Суперлиги «Контактор». В эту команду он перебрался в межсезонье из Симбирска, в котором в прошлом году стал чемпионом. Вместе с ним из Сан-Граждан пришел и нападающий Иван Кузнецов. Эти новобранцы и сделали «Контактор» одним из претендентов на подиум. Меня долго звали «Контактор», уже, наверное, не первый год даже. И все так сложилось, что я пообещал быть здесь, я здесь. В четвертом туре «Контактор» встречался с одним из аутсайдеров – клубом «Юниор». Этот матч венчал игровой день. Соперник вполне себе по силам. В отличие от «Контактора», который идет в группе лидеров, «Юниор» пока в нижней части турнира на таблице. В трехстартовых играх – три поражения. Будем объективно, нужно сохранять прописку в Суперлиге. Будем стараться отнимать очки. По максимуму себя выжимать, там посмотрим. Главная задача остаться на следующий сезон. Высокий прессинг и бесчисленные удары поворотом. «Контактор» обрушился на защитные игры «Юниора» с первых минут. Оборона соперника долгое время сбоев не давала. И первым, кто нашел трещинку в этом «Монолите» и стал Алексей Цыганцов. После его удара с хода мяч попал точно в верхний угол ворот. Такие не берутся – развел руками голкипер соперника. А вскоре Цыганцов реализовал и дабл-пенальти, назначенные ворота «Юниора» за перебор персональных замечаний. 2-0 к перерыву в пользу «Контактора». Цыганцов старший остался доволен. Продолжаем также в том же духе. Еще раз говорю, максимально в краях. Облакошь, облакошь, краем. Ребята, на самом деле, очень долго запрягали, забили два гола. Также продолжаем в этом же духе. Понятно, что они там быстрее, активнее. Ничего страшного. Не надо пока что-то прихватываете. Играете, все, встречаетесь на своих. Единственное, что реализация момента – два момента просто 100%. Попадите в створ ворота, все, мяч там. Давайте сейчас вернуться на другую игру через один мяч, и все. Выполнить установку тренера Максима Галкина игрокам «Юниора» помешали игроки «Контактора». А если быть точнее, один футболист – Иван Кузнецов. Второй тайм стал его бенефисом. Не прошло и минуты после возобновления игры, как хоррор пасом пяткой вывел Максима Давлетчина на такую ударную позицию, из которой труднее было промахнуться. А потом Кузнецов забил сам после розыгрыша «Волова». Еще чуть позже нападающий безукоризненно выполнил пенальти, забив пятый гол своей команды в этом матче. Было нелегко конкретно про себя скажу. Это моя первая победа, моя первая игра в этом году в мини-футбол. Ну, тяжело все равно было привыкать с большого к маленькому. А для команды, думаю, ну, первый тайм мы долго не могли забить. Потом, как забили один гол, стало, конечно, полегче. Юниор все же потрепал защитные ряды контактора и ответил двумя забитыми мячами. Один из них с пенальти на счету у Руслана Гололиева. Еще раз отличился Игнат Соберзианов. В конце встречи обе команды поменяли вратарей, но поменять счет после этого не смогли. 5-2 в пользу контактора. Ну, я думаю, что проходных матчей, по крайней мере, в этом году точно не будет. Потому что много появилось тренеров у нас в городе. Именно мини-футбольных команд оборону построить значительно проще, чем создать какие-то поводотворные действия в атаке. Поэтому обороняться умеют все. Я думаю, счет отразил это, не такой уж он и разгромный. В начале игры были силы, просто могли дорабатывать где-то. В конец уже стали подсаживаться физически соперник. Стал дожимать и все свои моменты использовал, собственно. Четвертый тур играли с 12 по 17 ноября. За это время Симбирск, действующий чемпион, проиграл в четвертый раз подряд. Теперь вот ПСК со счетом 3-4. Еще раньше УМЗ нанес поражение Платону 3-1. Этот матч прошел в Фоке новое поколение. Субботние матчи по традиции принимал Фок Улгу. И традиционно с минимальным счетом выиграл Кристалл. Теперь у смены 2-1. Мобирей также традиционно выиграл крупно, забив 5 безответных мячей Штальбургу. Дубль на счету опытного Сергея Савичева. Благодаря этой победе Мобирейт сохранил единоличное лидерство. 12 очков из 12 возможных. По 2 очка на данный момент потеряли Контактор и Кристалл. Они идут в призовой тройке. Буквально в затылок им дышат УМЗ и ПСК. Симбирск, Юниор и Штальбург пока не познали. Что же это такое? Разжиться очками. Пятый тур состоится 24 ноября. Главный поединок стоит вторым в расписании игрового дня. Мобирейт против Кристалла. Самая сильная атака против самой надежной обороны. Главный фаворит чемпианта против действующего серебряного призера. Пройти мимо этого поединка значит дождаться подробного обзора матча чемпианта Суперлиги на портале управда.ру ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова